МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белорусский союз Жанчин проводит доброчинные акции у потерпелых от авары на ЧАЭС-районах. Первый открытый турнир регионального управления Следующего комитета по мини-футболе прошел в Жлобине. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сегодня в Беларуси означают День працы. Со святом Жихара Украины повиншовал президент Александр Лукашенко. Першамай символизует сгуртованность створальных сил громадства, накерованность до миру и социальной справедливости, отзначил Керауник Державы. По доброй традиции мы означаем его атмосферу глубокой поваги до людей працы, які своими справами умоцовывают добробыт и незалежность краины. Сегодня от инициативности и старанности кожного залежит ее поспяховое развитие. Президент пожадал усим моцного здоровья, счастья и веснового настрою. У Гомельской области свята першамай отзначили проведением культурно-массовых мероприемств зуделом областного совета профсоюзов, творших коллективов предприемств и установ. А ясше, по традиции, минавито у гэтый день починают працевать городские фонтаны. Подробязности у сюжете Дмитрия Котова. Отзначать свята працы у нашим регионе подшали ясше на приконцы 19-го стагодзя. С часом изменялися назвы свята – День интернационалу, День международной солидарности працеванных, День працы. Але яго галонное призначение заставалось неазменным. Оборона правоупрацуючих и падяка за их профессийные досягненни. У сучасным Гомель галонные падеи у гэтый день разгортываются на летней эстраде Центрального парка. 1 мая тут особливо урочисто, прыгожа и весело. Концертная программа, организованная областным объединением профсоюзов, «Сонечное надворье», «Усмешки горожан» створают с оправды святошную атмосферу. 1 мая – это поистине всенародный праздник, он любил всеми поколениями. И 1 мая традиционно профсоюзы Гомельской области всегда организовывают концертно-развлекательную программу для горожан, для гостей нашего города, чтобы конституционные имеют каждый право на труд, но и на отдых. И мы хотим, чтобы сегодня все хорошо отдохнули, получили заряд хорошего настроения. И действительно, стала уже хорошая традиция, на эту площадку приходят и трудовые коллективы, и семьи. Концерт на летней эстраде различен на некольких годин. На сцене творчие коллективы предприемства, установ и организации областного центра. Для гостей свято так само викторыны и конкурсы. Дикавый заняток нашли и для самых маленьких Гомельчан. Им пропоновали представить символ 1 мая и намалевать на асфальте. Организаторы мкнутся никого, не покинуть поза увагой. Я, во-первых, хочу всех поздравить с этим праздником, а во-вторых, сказать, что замечательные здесь концерты, площадка хорошая. Я в пятой школе искусств работы, мы тоже участвуем. И всем хорошего настроения и с праздником. Першамег – это символ сгуртованности громадства, миру, радости и веснового обновления. А кроме того, свято символизуя переемность поколению и закликано сприять проционному выхованию молоди. Замечательное настроение. Хочется отметить, что все больше молодежи на данный момент приходят на эту площадку. Я традиционно посещаю эти концерты. Тем самым и я, и вся молодежь, которая присоединяется к этому празднику, мы проявляем солидарность к празднику 1 мая. Шикарная концертная программа, которая организована Гомельским объединением профсоюзов. Дарят людям хорошее настроение и помогают правильно отметить это мероприятие. 1 мая у Гомеля по традиции означают не только свято працы, а и его расистые атмосферы открывают сезон фонтанов. Сегодня в каждом районе областного центра есть такие пригожие малявнейшие композиции, которые за прошлые годы стали сопрадной визитной карткой города. Все фонтаны в областном центре начали працевать одночасово. Механизмы запустили в 12 годин во всех районах. ГТП-дея сопроводжалась живой музыкой и концертными номерами. Мы постарались сделать для гомельчан сегодня праздник именно детства. Вы, наверное, обратили внимание, что есть выставки спортивных объектов. Мы бы хотели, чтобы люди выбирали интересный, познавательный досуг. Именно этой тематически посвящено сегодня праздник. Будем развлекаться, будем радоваться солнцу, воде и то, что наступает лето. Городские фонтаны – любимое место сустреч и отпочинку для горожан у всех поколений. Початок сезона их работы гомельчане сустракают с особливой радостью. Праздничное настроение всегда. Ребенка мы вывели на открытие фонтанов. И хотелось бы, чтобы в Гомеле было побольше фонтанов. Мы рады, что наконец открылись фонтаны. Будем сюда как можно чаще приходить. Настроение замечательное. Сезон работы фонтанов будет должиться до конца вероятня. Дмитрий Котов, Александр Харлампо, телерадиокомпания «Гомель». По традиции, на передней 1 мая у Гомеля отбылся урочистый сход, на яким уручены посвечения переможцев социально-экономичного споборництва по выниках минулого года. На областную дошку «Гонор» у сёлита занесены назвы 49 администрационных территорий, предприемств и организаций. Сярод переможцев по выниках работы за 2016 год – город Гомель, а так само у своих номинациях – Светлогорский, Житковицкий, Брахинский и Рэшицкий районы. А про чатаго у Ликулепших – акционерное товарыство «Гумсельмаш» и Туровский молочный комбинат, а так само «Саугаз» – комбинат «Зара». Калинковицкий молочный комбинат и Гомельский химичный завод, предприемство «Мазырсоль» и Институт механики металлополимерных систем. Первый мая в Беларуси – это перш за все – ушенование людей працы, навык не глядяши на проблемы у экономицы. В минулом году по взрывам зарплаты Гомельская область заняла другое место в Украине. Что не выключает необходимости протягу работы по оскорочении беспрацовья, росту зарплаты и стабильности цен. Протягиваем выпуску. Гэтые дни в Украине проходит республиканская акция «Здоровье Жанчины, здоровье нации». Спочатку ее сустрели у Могилевской области, затем у Гомельской. У нашем регионе для проведения акции вызначили Хойницкий район, один из самых потерпелых от наступства у Чарнобыльской катастрофы. Там, дякуючи инициативе Белорусского союза Жанчин, медицинскую и материальную допомогу отримали сотни местовых жихаров. Подробязности у Ганны Ковалевой. После Чарнобыльской катастрофы территория Хойницкого района скоротилась на полову. Дякуючи тем, кто застался, гэтый район протягивает жизнь и вертает былые позиции. Зулика минулого увага до гэтых людей особливая. Молодым специалистам одразу выделяют жилье. Что готовое медицинское обследование, обовязковое для всех, частку этой справы на себе вырошу взять Белорусский союз Жанчин. Его активистки собрали целую команду урачов высшейшей категории, звядучих медицинских установ Украины и приехали с ними у Хойники, кабы обследовать мясовое насельничество. Как врач-утариноларинголог пациентов буду консультировать я, врач-офтальмолог, врач-онкомамолог и врач-эндокринолог. Это уже не первый раз такая акция. Мы, в принципе, консультируем не только с Белорусским союзом Жанчин. Несколько раз в год выезжают специалисты и в этот район тоже именно. Я уже третий раз консультирую здесь. Усе урачи-специалисты наивысшейшого узровня, профессоры, докторы медицинских навок. Каб трапец да их на прием мясовым жахарам, довелось объехать в областный центр, в те столицу. У гэтых ждень усе доступно на месте. Гости у белых халатах не только консультовали, а и про необходности адресу выписывали на кированию медустановы республиканского узровня. А кроме того, своим опытом яны поделились со штатными специалистами районной больницы. Ухойницкий район известен именно тем, что практически 100% населения пострадавшие в ходе чернобыльской аварии. Поэтому врач-эндокринолог, это вообще известно, риски заболевания щитовидной железы чрезвычайно высоки. Поэтому мне кажется, что это один из самых профильных специалистов именно в этом районе. Обычно это настолько ожидаемо людьми. Вот в тех районах мы выезжаем обычно в районные центры. Люди вот как-то ждут, чтобы приехали кто-то из Минска. Может быть, дополнительно к деле сказали информацию. Приемы дужились о некольких годин. За гэтый час урачи поспели прынять коляста пациентов. Улику яких люди с вельми редкими и навод уникальными клиничными выпадками. Глазное давление, все проверили. Очень даже, очень. И отзывы очень хорошие. Мы очень благодарны этим врачам, что они приехали, нас принимают. Увагу активистки Белорусского союза Жанчин надали и самым маленьким же хором района, у яких так само есть проблемы со здоровьем. Добрачинцы наведали районный центр коррекцино-развивающего навучания. Тут выховываются дети с особливостями психофизичного развития, однороджения и дополнолетия. Зараз у центра 63 детяти. Кожная травма от союза Жанчин – подарунок. Так само центру передали ноутбук и набор книг с такими же каштовными подарунками. Акты у союза Жанчин наведал Хойницкий социально-педагогичный центр и приемные семьи. Ганна Ковалева, Телерадо, компания «Гомель» при подтримце агентства Телерадо «Новин» Хойницкий район. Третий працевный семестр лета 2017 стартовал в Гомельской области. Я говорю, что чистое открытие прошло, когда монументы героям комсомольца, которые загинули в годы Великой Чинной войны. Первый студотрат пошли працы в мае на территории Палацево-Паркового ансамбля. Зараз ведутся размовы об працеводковании молодей за мяжу. Отрады будут працевать у лагеря «Орляня» в Краснодарском крае, а так само у сельской господарцы в Московской области. Каля 30 бойцов з нашего региона примутся дел в ауссибелорусской будовле на Островецкой атомной электростанции. У Гомельской области студенты протягнуть працевать на будовництве областной детячей больницы, якая обвешана молодежной будовлей. Усяхожа дання удельничать упрацовным семестры селета выказали больше, як 2000 молодых людей. Нагадаем так само, что в саковиках этого года в районных комитетах БРСМ организованы специальные гарачи линии по працеводкованию. В областном комитете ее номер 571400. Для нас одна цель – это трудоустроить каждого желающего. А сколько их будет? 10 тысяч, 14, 13 – это покажет время. Наша задача сейчас – как можно больше найти рабочих мест для этой молодежи. Ну, а желающих трудиться у нас хватает. Самое главное, наверное, что каждый из тех, кто пройдет через студентские отряды, будет воспитан. Воспитан в духе, как бы то ни говорили, того комсомола, того патриота, который любит свою страну, который хочет для нее что-то сделать и для того, чтобы она процветала. До новинок культурного життя региона. Юбилейный вечер актрисы, ведущего майстра сцены Галины Анчишкиной, отбился в Гомельском городском молодежном театре. У премьерном спектакле «Дивная миссисевич» Галина Анчишкина сыграла высокородную женщину, якая, заставшись ся удовой, охвяруя семейная богатся в Доброчинный фонд. Дети ее былого мужа, как захавать спадшину, отправляют в мачеху притулок для психичных хворых. Миссисевич помстит своим опекунам вельми оригинальным способом. Премьерный спектакль – это комедийная история с элементами детектива. За 55 годов на театральной сцене Галина Анчишкина сыграла множество ролев классичного и сучасного репертуару. Яна яркая актриса, якая не боится эксперимента, и зауседы демонструя высокий узровень актерской игры. Подчас юбилейного вечера с днем народжения Галину Анчишкину повиншовали коллеги и прихильники. У Жлобини прошел первый открытый турнир Управления Следующего комитета Республики Беларусь по Агуминской области по мини-футболе. Организаторы просвятили его Дню Перамоги в Великой Айчиной войне и пообицаали зарабить традицины. Кто стал пераможцем, ведая Олег Синтеров. У плане захования историчной памяти Жлобинский район можно держать местом особливым. Именно в это тут находится один и у света мемориал детям охвером войны. Именно в это сюда и разом со своими детьми проезжают организаторы турниру. Присвеченных Дню Перамоги. За 10 годов основания мемориала его наведало больше миллион 200 тысяч человек. Экскурсоводы кажут, что обаяковым не застаётся никто. Тут нема танков и гармат, а для класса под открытым небом с партами, за которые николи не сядут школьники. Яблоневый сад и площадь солнца ураживают навык больше, чем военная техника. Вроде бы, но дети есть дети. Они начинают свои шибутные действия, как и мы, в принципе, росли всегда. Но к концу экскурсии, слезы, к концу экскурсии даже были рыдания. Город Жлобин для проведения турниру по мини-футболе выбрали не вопадково. В опочные годы тут обыдаваны сучасный спортивный комплекс, где можно проводить с поборницвой на высоком узровне. Палас гульнявых видов спорта умешает полторы тысячи глядачов. Зовеком того, что у выход на турнир свободный, присти на трибуны мог кожны жидаючи. Уречте не так часто на одной пиатсоц избирается стольки силовиков. Гэта кубок переможца выраблены по специальному заказу. Аналогу ему в свете больше нема. Але каштавность кубка не только у гэтом. И он у знагорода самой лепшей команды першого турнира по мини-футболе у истории Следующего комитета. В первом открытом турнире управления Следующего комитета Республики Беларусь по Гонгской области по мини-футболе у дел приняли шесть команд. Обращаясь непосредственно организаторов, сборная центрального аппарата Следующего комитета, областного управления внутренних справ, прокуратуры пограничного комитета и управления Державного комитета судовых экспертиз по Гонгской области. У нас еженедельное занятие в ФИЗО. По пятницам мы занимаемся футболом один час. Мы этой командой постоянно играем. Поэтому у нас с игрностью все нормально. Кожный матч – это два тайма по 10 хвилин. Каб поспеть выиграть, необходимо постоянно атаковать, что надоест поборницам особливую видовищность. Амальпрос 6 к 11 поборницам становится ведомыми выники. Головный приз у команды управления Следующего комитета по Гонгской области третье место у их коллег с центрального аппарата. Помимо сборной пограничников взять реванш те, кто не трапил у тройку переможцев, смогут в наступном годе. Правда, конкуренция будет еще больше жорсткой. Организаторы мают намер повеличить сколько команд и провести другой турнир уже у статусе международного. Команды Следующих комитетов Российской Федерации и иных стран, которые высказывают заинтересованность. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Я имел обстоятельную беседу с мэром города. Он понимает необходимость и значимость этого турнира. Надеюсь, что все будет организовано. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvgomil.by Далее у эфиры спортивный огляд. С новинами спорта вас познайомить Максим Савин.